Музыка Как думаешь, зачем люди отдыхают? Чтобы набраться сил. Люди находят два такого работа, которые очень долгие, не очень устают. Чтобы можно было еще работать и чтобы быть сильным. Чтобы отдохнуть от работы, чтобы так сильно не нагружаться. А людям часто нужно отдыхать? По выходным. У нас выходные – это какие дни? Суббота, воскресенье. А для чего придумали субботу и воскресенье? Что это за дни такие? Это где, чтобы отдыхать. И когда работать? Ну, Вика там не работает, когда в субботу. В русской семье. Они куда-нибудь едут. В субботу – выходные. Ага. В понедельник – садик. Ага. Просто садик должен быть открыт. И всегда. И тогда он ходит и ходит, ходит и ходит. А когда он устает и хочет, и хочет домой, тогда не надо просто плакать. Не надо. Надо просто дождаться выходных. Как любят отдыхать дети? Ну, там загорать. Плавать. Там тоже бегать, там, под дружками. Сидеть, там, видеть кого-то в гости, там. Смотреть в мультики, играть в компьютеры, в телефоны, там. Не знаю, еще куда-то ездить. Плавают. Детям нужен или нет отдых? Нужно. Если там убирают дети, а потом они устанут, если убирают так долго. Я скиду на детей кружки. Это тяжело-то работа, да? Да. Вообще, если весь дом убрать, они вообще устанут. А я хочу, скажем, я хочу, чтобы у меня с коллегами были в большой выходной. А я хочу, чтобы я ходила на пляж. Это же тоже отдых. Там тоже можно немножко покупаться, поплыть. И можно поиграть в песочнице. На пляжу есть песок. Да, есть. А зачем ты ждешь больших выходных, Илюша? Хочу скорее отдыхать. Можно на море отдохнуть, на озере, полежать, загорать. Там можно в мяч играть. Можно замок строить. А как любят взрослые отдыхать? Они могут посмотреть телик, носить. Можно попить кофе после работы. Чай можно. Что еще взрослым посоветуем? Как им отдохнуть? Можно полежать. Если они так не сильно устали, то будут проиграть детям. Они не сильно устали. На море ездить, на озере. Когда я вырос, то я пойду на борьбу к тайной маме. Точно, именно. На борьбу тоже не ходить. Это тоже отдых. Заговать. Тоже лизать, пить кофе. Читать газеты. Что для взрослого человека отдых? Спать. Заговать. Да. Еще ничего не делать. Да. Еще не работать. Хочет поспать. Лежать на диване. Как отдыхают люди зимой? Они ложатся в спячку. А после какой работы нужно хорошо и много отдыхать? Как ты думаешь? Ну, там, после, например, и после дороги, там, что ли, например, или там, дом, магазин, там, кафе. Это, когда, когда очень много работаешь. Примного. Очень устаешь и всегда хочется спать. Я думаю, что строительство, потому что не надо строить здания, это очень тяжело. Другой уже закупать. Давать электричество в доме. Моя мама в школе работает. Очень ей тяжело. В магазине работа трудная. И пишать на работе трудно. Да, там деньги зарабатывать. А вот мой папа, когда я была у сына, пораил себе ножку. Я не могла нормально наступить, но папа мне завязал ее. Поэтому папа всегда любит меня лечить. Потому что мой папа доктор. Да. И моя мама тоже доктор. Да. Это трудная работа? Нет. Мама, она не отдыхает, она там, она учительница работает, она там в компьютере смотрит. Потом у нас здесь в каком-то там, в каком-то там, в каком-то там, могут вот книг в ряд. Лаботник. Да. Потому что он иногда устает, хочет спать. Я с мамой варю котлеты и блины. Это отдых или работа? Как ты думаешь? Отдых. Что будет с человеком, если он будет только работать и не будет отдыхать? Он устанет. Устанет. И что будет? Пристанет работать. Да. И заснет на стуле. Вот так. А кто будет устать? Кто будет уставать? Он может заболеть. А что будет, если человек будет время работать, 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 и у него не будет времени на отдых? Что с ним будет? Он устанет очень-очень сильно. Он снова будет работать. Он проснется просто. А кто не глазами? А если начальник придет и увидит, что человек сидит на работе и спит, директор его придет и опа, а работник спит, что будет? Стража придет. Да. Стража. И что? Посадит. За то, что спит на рабочем месте. А когда-то побоится. Это ему не дом, а работа. Что тогда директор скажет? Он тогда скажет, может идти на выходные. Или в отпуск. Может, две недели, да, две. Есть такие люди, которые не работают, а только отдыхают. Бывают? А кто это такие? Желевые. Это только бомжики не работают. Это такие люди, которые вообще не надо работать. На них надо отдыхать. Он бывает летом. Это выходные. Да, там можно ехать на море, на пляж. Загадать. А когда садик уже все, садик закрыт, все дети возвращаются домой. Можно вот в любую страну поехать. Можно поехать в Ригу. Можно поехать на море или на озеро. Это когда ты улетаешь куда-нибудь и отдыхаешь, а потом ты улетаешь и опять работаешь. Можно кушать мороженое, сосульки. Там такие переложенные цветы, зелёды, яблоки, ананасы. Усталось? Когда хочешь спать. И вялый становишься. Да, вялый и засыпаешь. Когда ты хочешь отдохнуть. Потому что человек, когда много работает, тогда к нему приходит сон. Это когда все устали. Вот как мы спим в садике. От работы все устают. Что еще не может человек делать, когда устает? Ничего. Отдыхать. Если человек устал, он не может ехать, идти. Не может он ничего. Просто валяться на диване может. Капельку становится сил. Вот таких. Вот так становится. Вот так. Вот так. Очень малюсенький. Вот так. Столько сил остается. Да. А стоит. И он засыпает. И он стоит. А можно устать от отдыха? Нет. Нет. Субтитры создавал DimaTorzok